Да, коллеги, в Евпатории благоустраивают территорию очень активно. В этом году уже готовы 4 сквера, а в следующем году выделили 140 миллионов на благоустройство общественных зон. Их будет 7. Также в городе ввели новые правила благоустройства. Обсудим мы сегодня это с начальником отдела благоустройства Департамента городского хозяйства администрации Евпатории Евгением Медведевым. Евгений Павлович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какие принципиальные отличия новых правил благоустройства от старых? Новые правила разработаны в соответствии с новыми методическими указаниями. Это гораздо более компактный документ, чем был. Он практически вдвое меньше, чем действующие правила благоустройства, которые у нас есть с апреля 2015 года. Изменения есть существенные. Самое главное, о чем хотелось бы поговорить, мы ввели этими правилами, окончательно все-таки ввели понятие прилегающих территорий. Прилегающих территорий и требования эту территорию содержать. То есть есть определенное ранжирование территории, которые владельцы объектов, ведомственных территорий, нестационарных точек торговли и так далее, должны содержать в санитарном порядке. Кроме этого, владельцы должны будут проводить, помимо санитарной уборки, также в летний период, в период цветения трав по костровы и ликвидацию на этих территориях карантинных растений. Это принципиальное требование, которого добилась фитосанитарная инспекция Республики Крым. Буквально на прошлой неделе предприниматели собирались у главы администрации города, а тогда обсуждали мусор, это было, наверное, главной темой встречи. И жаловались не только на то, что многие не заключают договор с региональным оператором, но и на то, что многие предприниматели не соблюдают правила благоустройства и не устанавливают рядом со своими торговыми объектами урны. Будет ли как-то это решено? Правила благоустройства новые, разработанные, содержат недвусмысленное понятие того, что должно быть установлено рядом с любым объектом торговли, сферы услуг, общепита и так далее. То есть введено слово не мусоросборник, урна. Слово урна подразумевает недвусмысленное толкование. Есть определенные архетипы, есть определенные образцы, которые утверждены отделом архитектуры. И новые правила благоустройства указывают, что должно стоять у урна. То есть коробочкой там из-под чего-то мы теперь уже не обойдемся. После принятия правил благоустройства, вот они 18 декабря, по ним пройдут общественное слушание, мы будем добиваться четкого соблюдения этой нормы. Ну, теми административными способами, методами, которые нам, как администрации, как органам местного самоуправления доступны. Какие еще принципиальные отличия из документа? Этот документ вводит достаточно объемный раздел по эксплуатации нестационарных объектов торговли. Очень четко расписано, чему должны следовать предприниматели, ведущие торговлю, ведущую вообще деятельность на нестационарных объектах. Очень четко введены запреты, допустим, на вынос продукции за пределы объектов, на развешивание их, на установку штендеров или, как мы их называем, по городу спотыкачи. Это просто небезопасно, особенно для людей с плохим зрением. Введен ряд рекомендаций, которые, ну, мы не келейно разрабатывали эти правила только вот в пределах департамента городского хозяйства. К нему подключались и управление торговли, отдел архитектуры, управление муниципального контроля, отдел курортов. То есть, вплоть до того, что даже свои рекомендации выдал городел внутренних дел. В частности, здесь речь идет о ведении внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Ну, мы не можем заставить, но рекомендовать предпринимателям для обеспечения собственной же безопасности, безопасности вокруг их объектов, ввести, организовать видеонаблюдение. То есть, мы даем такую рекомендацию. Кроме этого, есть достаточно объемный раздел. Министерство курортов и туризма очень четко расписало деятельность по благоустройству пляжных территорий на эксплуатируемых 93 пляжах, применительно, допустим, к Евпатории. Очень четко описано, очень четко указано пользователям пляжей, что они должны делать, что ни в коем случае не должны они захламлять территорию, складировать на нестроительные материалы, особенно не в те периоды, когда они готовятся к новому сезону. Вот. Должны содержать пляжи, не допускать разносной торговли. Это наш бич, потому что крик «Пахлава медовая» раздается с утра до вечера, до лета. То есть, это теперь отвечают арендаторы? Да, безусловно. Это их обязанность не допускать подобного рода вещей. То есть, все это является нарушением правил благоустройства. Нарушение правил городского благоустройства – это вещь, которая карается статьей 3.11 Республиканского кодекса об административных правонарушениях, и штрафы там достаточно существенные. То есть, на организацию, допустим, на юрлицо может быть наложен штраф до 100 тысяч. Ну, все, естественно, зависит от кратности нарушения и зависит, естественно, от его, ну, скажем так, веса, насколько оно серьезно. Мы надеемся, что уже к концу этого года введут новые правила благоустройства все-таки. А сколько будет времени у предпринимателей, чтобы привести свою территорию к новым нормам? Ну, здесь правила не диктуют временных рамок, да, но, естественно, после введения новых правил благоустройства действующим субъектам хозяйствования будет официально указано на то, что им следует ознакомиться с этим документом, вот, и привести ту деятельность, которую они осуществляют в соответствии с ним. Ну, а где-нибудь, наверное, я полагаю, с середины 2020 года мы всерьез выйдем на проверки соблюдения. Во всяком случае, значит, соблюдение правил, контроль за соблюдением правил городского благоустройства, для этого есть у администрации свой орган, как бы сказали в советское время, боевой отряд, это управление муниципального контроля. Наверняка у вас есть какая-то статистика, какие правила, прошлые правила благоустройства нарушали чаще всего? Вы знаете, здесь есть, я достаточно долго, порядка трех лет участвую в работе административной комиссии, которая, собственно, и выносит наказание по административным правонарушениям. На самом деле, разброс очень большой. От нарушения тишины до организации несанкционированных свалок. Нельзя выделить какой-то особый один элемент, который над этим превалирует. Но, на самом деле, пренебрежительное отношение к городскому благоустройству, к санитарному состоянию, наверное, если выделить, то, наверное, это складирование стройматериалов на территориях. Это самый большой бич. Очень многие люди не представляют себе, что они должны этот момент хотя бы как-то согласовать. Спасибо вам большое, Евгений Павлович. Я надеюсь, что больше ни предпринимателей, ни жителей в Патории не будут нарушать правила. Наш город станет намного чище, красивее и, естественно, безопаснее. Я также на это надеюсь, да. А я пока что передаю слово нашим коллегам в студии. Продолжение следует...